Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Вы спрашиваете, как вернуть жену, да, как помириться с женой и вернуть доверие жены. Смотрите. Ваш вопрос, он не такой однозначный, как кажется, потому что, ну понятно, что ваша жена это отдельный человек, отдельная личность, которая имеет свои особенности, вы это отдельный человек, который также имеет свои особенности, который также под определёнными уникальными характеристиками, которые нужно учитывать, момент здесь заключается несколько в другом. Момент здесь заключается в том, что, вообще так говоря, доверие вашей жены к вам от вас не зависит никак. Потому что доверие это то, что человек сам чувствует. Доверием или недоверием в данном случае, как мне кажется, можно только манипулировать, что, собственно, жена и делает. Поэтому, я думаю, что если вы хотите, на самом деле, хотите гармонию в семье, вот, вот, в своей семье, если вы хотите гармонию, вот, то имеет смысл не пытаться возвращать доверие, и у вас это всё равно не получится сделать, пока не захочет жена, что бы вы не говорили и как бы вы не делали, вы только будете себя ломать и всё, вот. Но важнее, чтобы вы старались, чтобы вы учились, точнее, чтобы вы учились быть естественным, естественным. Вот, что важнее. Потому что, пока что, на данном моменте, я не могу сказать, что вы, к моему, вот, большому сожалению, честны. И по отношению к себе, и по отношению к своей жене. Собственно, собственно, жена, как мне кажется, именно это в первую очередь чувствует, чувствует, что вы к ней не честны, вот, и это её привозит. Вот, потому что человек не может получить, по этой причине, обратную связь, такую, обратную связь, которая могла бы, ну, как-то, помочь ей, там, условно говоря, лучше понять, кто она, что хочет и так далее. Вот, поэтому, ваша реакция на проблемы, которые есть в вашем драке, например, то, что, ага, то, что, допустим, ваша жена, там, отказывает вам в интимах и прочее, вот. Ваша реакция, это реакция избегания, но не решения, но не решения проблем. Понимаете? В чем, как бы, суть, чем суть, ам, трудности, трудности здесь. И именно, 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 именно поэтому, вам на это нужно, в первую очередь, обратить свое внимание. Именно, именно на это, на то, да, как вы реагируете на трудности, как вы реагируете на проблемы, как вы обращаетесь с тем, что чувствуете, вот. И, как вы доносите своей жене то, что вас волнует. Вот. Понимаете, какая штука? Поэтому, мне кажется, что здесь, тем более, если вы будете сам станет собой, тем, а, лучше, а, комфортнее и больше шансов будет на то, что, а, вы сможете гармонизировать, а, а, отношения. Вот. А то, о чем вы пишете в тексте, это, к сожалению, очень сильно напоминает уход в интеллект. На моторе вы пишете, я вчера забыл дома телефон, жена увидела оповещение и так далее. Но, вы считаете, что вы забыли телефон дома, случай, случайно? Нет. Вы считаете, что жена увидела оповещение из СССР, случайно? Нет. Это все было не случайно. Далее вы пишете, я предложил шутку из горяча. Вы должны думать, что это случайно? Нет, это не случайно, то, что вы предложили шутку из горяча. Вы предложили шутку из горяча, потому что это то, что вы чувствовали, это то, что вам переживалось в тот момент. Но, вы обесцениваете это, говоря, что это шутка. На самом деле, как мне кажется, вас это достаточно сильно засыпило. Вас это достаточно сильно задело. И это нормально, это абсолютно нормально. Но вы, но вы, как мне кажется, этого до конца не признаете. Вот, не получается это признать. И этот аспект, данный аспект является ключевым. Как только вы начнете признавать свои чувства, как только вы начнете выражать их к своей жене, как только вы, может быть, не знаю, перестанете делить чувства на допустимые, на недопустимые состояния, на правильные, на неправильные и т.д. и т.п. У вас начнется, начнется взаимодействие. Это не обязательно будет хорошая взаимодействие, на самом деле. Потому что, вероятно, какие-то проблемы с женой у вас были уже до этого. Вы почему-то не придаете внимания, не придаете значения, точнее того факта, что вот проблемы в интимной сфере у вас были. Три дня подрат на вам отказа. Вот, на этом есть причина. То есть, иными словами, вам нужно быть более внимательно к себе и к своей жене. Вот, к своим чувствам, к чувствам жене. Вот, я бы дальше предложил семейную консультацию, чтобы вы и ваша жена вместе обратились к психологу и обсудили свои проблемы. Вот, это было бы очень здорово. Вот, а какого-то универсального способа нет, потому что и вы уникальный человек, и ваша жена уникальный человек, и отношения между вами, как несложно догадаться, тоже являются уникальными. Поэтому, никакого-то универсального способа нет. Ну да, если вы сейчас будете большое количество времени, длительное промежуток времени, будете вести себя идеально, в кавычках, да, и будете во всем себе отказывать, ну да, может быть ее доверие повысится, но это же доверие будет основано только на вашем поведении, а как тяжело будет вам. Поэтому, ни одни доверительные отношения не выстраиваются на ломки другого человека. Вот. Я бы сказал, что у вас есть тигр. Ладно, с тигр, как сказал мой коллега Кудрыщов. Игорь Леонидович, у вас же в семье используются манипуляции. Жена использует в качестве манипуляции секс, вы в качестве манипуляции. Ответной какой-то реакции используете, вот, ну, как бы, поводы для ревности. Они вроде бы случайны, но они систематичны, и вам нужно признать, что что-то такое у вас есть. То есть, необходимо расширять границы своего восприятия, как себе, так и своей жены. Не сделав этого, вряд ли получится гармонизировать отношения вашей семье. Да вот, понимаете, какая штука. Вот так, научившись работать со своими чувствами, вы увидите свои приоритеты более ясные. Вам не факт, что это понравится, не факт, что это понравится вашей жене, но для вас будет все это более очевидно. И действовать вот так вот в тайне, из подписчика, скрытого не будет. На этом все, надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи! Спасибо.